Кошмар! Сюр абсолютный! Так как Белгородская область находится ближе всего ко всем происходящим событиям. Знаете, почему они потеряют всех своих мужчин? Потому что вот эти вот бобеты, бобеты-патриотки, они так и не могут произнести вслух, каким событием. А что происходит? Почему вы вдруг возлюбили Белгородское ПВО? Что случилось? Что с вашими милыми лицами? Громкие звуки в небе, конечно, для нас это все равно некий страх. И уже все-таки мы с принятием, наверное, относимся к этому. Очень странные в России патриотки. Звуки громкие в небе есть, а причина этих звуков не названа. Удивительно. Если вы не будете это проговаривать вслух, вы так и не поймете причинно-следственную связь. И останетесь вы в своей России без мужиков. С другой стороны, возможно, китайские партнеры постараются вас всех утешить. Только это будет что? Украина? Украина-китайская граница или как? Вот этот товарищ Бондарев, который объявил, что срок службы в российской армии по срочной службе увеличится в два раза, забыл упомянуть одно интересное сообщение. А нам сегодня об этом рассказал наш командующий вооруженных сил Украины Валерий Залужный, который написал, что за 10 лет войны Советский Союз в Афганистане потерял 118 самолетов. А за 8 месяцев войны в Украине Россия потеряла, внимание, 278 самолетов. Что это значит? Что ПВО вы любить будете, товарищи россияне, еще сильней. Только оно вам не поможет, потому что прилетят украинские ракеты ХАРМ и выведут из строя все ваши защитные системы. Кстати, это что получается? Значит, в Херсоне флага нет, готовится жест доброй воли. В Черном море жест доброй воли уже осуществлен. Может быть, очередь за Белгородом? Возникли не просто так. Тем не менее, обстановка требует от нас работы в другом совершенно режиме, как я уже говорил на прошлой нашей встрече. Она должна быть построена таким образом, чтобы ничего не мешало нам добиваться конкретного, нужного всем результата. При этом такая работа должна быть системно выстроена. А Путин продолжает сидеть в бункере и делает вид, что ничего не происходит. Что все хорошо. Это очередное совещание по обеспечению российской армией. Чем же маньяк хочет обеспечить российскую армию? Чего не хватает российским витязям? Например, по каждому элементу экипировки, просто для примера, по каждому элементу экипировки должно быть учтено мнение тех, кто непосредственно использует эту экипировку. Тех, кто понимает, как она на самом деле выполняет ту функцию, ради которой она создавалась. Имею в виду и снаряжение, и медицинскую аптечку, и любые другие предметы. Да. Прошло 8 месяцев, и президент России, он же верховный главнокомандующий, он же повелитель бункера. Вообще-то он сейчас проводит заседание Совета безопасности России где-то глубоко под землей. Он говорит о том, что российскому солдату нужна аптечка. Зачем? Зачем она ему? У вас же будут теперь срочники. С этими срочниками вообще очень интересная тема. Даже эксперты, которые облизывают Министерство обороны Фашистской Федерации и Кремль, они говорят, ну раз вы увеличиваете срок службы в два раза, то это имеет смысл делать только в одном случае. Если солдаты срочной службы, как в Советском Союзе, принимать будут участие в боевых действиях. То, что в стране правят демоны, это уже очевидно. Но сам Путин бачит, что, от кого зависит конкретно, если будут исследованы эти удары, тем больше ядерными способами, он понимает, что если он пьет сам и вместе с этими генералами-миротераристами, потому что есть явные противники, я прямо скажу, среди генерал-миротераристов Минобороны России, ФСБ России, разведки России и даже политики близкого оточения Путяна. Как раз вот эти, которые против, потому что они бачат, что это кинезь, им было не просто в плане Гогаги умовно, Путину и им, а те, что они будут снищены. Это самый действенный формат, который сегодня визначен и Путину доведен. Конкретно. И с позиции Байдена, с позиции Бринкена, с позиции Остина, министра обороны, главы Пентагона, и главы ЦРУ. Точно так же это было доведено с позиции Британии, Франции частково, но они, так сказать, в их форматах, но, действительно, и в плане недопущения ядерной войны, даже тактичного оружия против Украины, было четко доведено Синдзепином, главой КНР, особенно после выборов, премьер-министра Индии, из которых тоже очень зависит Путин, президент Туреччин Ердоганом, президентом Японии. И сегодня мы уже имеем информацию, что новый президент Бразилии также имеет позицию недопущения глобальной ядерной войны и инициирования Евросоюзской Федерации. Вообще, он раньше поддерживал контакты с Путином и тому подобное. То есть сейчас объединяются керевники ядерных стран и мощных игроков света против ядерной войны. И сегодня нужно это использовать и нам активно. И эти механизмы, мощный влияние в лидеры персонально, на Путина, в своем блоке оборонного НАТО и не только НАТО, но и других стран випадке цих реальных загроз и подготовки пусков, чтобы только подготовка пусков, а это космическая разведка фиксирует, радиотехническая, радиоакулационная, агентурная, другие виды и контроли, которые обеспечивают, полностью выясняют, что что-то готовится конкретно. Кто готовит, какие засоби готовят и на какой стадии находятся. И какие могут быть контродии. Сначала оперативно-протодии, а тогда и технично-бойско-бойско-протодии. Это разные стадии и разные модели. На разных стадиях это можно прекратить. Но для этого нужно очень системно работать. Я бы сказал, целодобово контролю, оперативного вплива, потужных тисков. И мы должны в этой игре общаться и играть с всеми. И президентом, и наши Минобороны, Генштаб, разведка, особенно всеми партнерами, не только Краин НАТО, первое разумею, НАТО и Европейского Союза, но и третье, Краины, которые имеют мощные и стратегические возможности, и ядерные, и воинские, и мощные влияния на самого Путяна. Почали вы говорите, что поведомление ДСНС не дойде до нас, если светла нет и мобильного звезда тоже нет. И что, как нам жить тогда? Если нет связи, смс-ки от ДСНС идут, это специальные смс-ки, это не какая-то магия, это используется мобильный связок, мобильную мережу. Если она пропадает, то не будет поведомлений. Тогда в этом случае вам необходимо иметь альтернативные джерела отриманной информации. Это на данный момент радиоприимачи або ФМ-приимачи. То есть необходимо обовязково мать. Звичайные, не эти радиостанции, про которые говорят, они там на несколько десятков километров. Звичайные радиоприимачи, которые там сейчас, ну, там, будь-якие, там, короткохольовые, не обовязково тих, которые там 446 МГц, если не помню, где специально для надзвичайных ситуаций, и они там для зв'язку, и они не только принимачи, а и передавачи. Так, там вархисть просто космична, как и на паурубенки, акумулятори, генератори и все еще. Сколько тогда, чому на этих вот вишках тогда такие акумуляторы, или больше этих элементов резервного живления просто физично не можно поставить? Тут треба розуміти, что базовых станций, вот эти как раз остальные мили, как называется, то есть остальные вот эти радиоканалы, которые связаны с телефоном, их декілька тысяч, або декілька десятков, тысяч у каждого оператора. Это просто физично очень сложно, не может, а это очень сложно, установить на все дизель-генераторы, акумуляторы. А так же до цього, до войны, это было экономично невыгодно, не было таких блокадов, не было отключений так долго. И, в принципе, вистачало того, что было, вистачало этих базовых станций. Сейчас уже физично, и не только экономично, и физично уже не можно поставить их. Все равно ставлять, все равно працюють, навіть після отключения электроэнергии, в некоторых частях базовых станций, то есть связок. Подписывайтесь на канал и не пропускайте новые видео. Пишите комментарии и делитесь с друзьями. Мы также будем вдячны за поддержку нашей работы на Patreon або других зручных платформах. Реквизиты в описании к видео. До новых встреч!